Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телекомпания «Город» программа «Подробности», а в кресле гостя сегодня Татьяна Николаевна Панфилова. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Мы с вами встретились для того, чтобы поговорить о таком интересном проекте, как «Школа здоровья», «Формула здоровья». Что это такое? Давайте напомним. Ну, во-первых, поговорим о названии. Мы не просто выбирали это название, мы провели фокус-группу с 10-15 названиями, и народ, который был совершенно не привязанный к медицине, выбрал вот это название «Формула здоровья». Всех интересует, как же найти такую квинтэссенцию, как влиять на свое собственное здоровье и здоровье своих детей. Так как мы детская больница. Но это алгоритм действия подразумевает сразу, формула. Ну да, он подразумевает какую-то конкретику. Да, конкретику. И эту конкретику мы стараемся принести людям через наших лучших специалистов, через главных детских специалистов, с которыми можно встретиться в больнице, уже находясь в тяжелейшем состоянии. Они работают заведующими отделениями, заместителем главного врача, ведущими специалистами. И людям иногда хочется у них спросить что-то, но как-то они не в том времени, не в том месте их встречают. А тут просто все наши специалисты решили выйти в народ, решили людям рассказать, как сделать так, чтобы им, собственно, работалось легче. Есть какие-то основные темы, которые... Вот сейчас мы первую тему, мы же промониторировали те темы, которые интересуют людей. Но одна из первых тем у нас была антибиотики, польза и вред. Тема очень интересная, волнующая, бесконтрольный прием антибиотиков приводит к тому, что мы не знаем, чем лечить, когда ребенок попадает. По поводу и без повода их вкушают наши дети. Мама со страху скупает все, что нашла, и начинает кричикать. Все, что видит на экране телевизора, все скуплено, все попробовано. А потом уж вы, доктора, разбирайтесь, что вам в будущем поможет. И специалисты выходят и рассказывают, рассказывают родителям. Потому что не просто можно сказать, эти антибиотики брать, эти не брать или как что. Они начинают с такой краткого алгоритма, что такое детский организм в определенный период времени, какие у него особенности и как на него можно влиять. И дальше подводят родителей самих, при каких вот это влияет, на это влияют антибиотики, на это не влияют. Вот эти симптомы у вас есть, вот этих нет. И при каком заболевании именно конкретно вы можете это применять. И родители в конце концов приходят к убеждению, в каком случае он должен начинать применять антибиотики, а в другом ему это делать не стоит. То есть можно элементарно прийти, если у нас грудничок, и спросить, в каком возрасте отказываться от соски, так? Ну, дело в том, что если эта тема интересует, мы ей тоже посвятим определенную… Это даже не лекция, я хотела сказать лекция, это даже не лекция, это разговор. Это разговор краткий, достаточно там 15-20 минут, чёткий. Говорит специалист, который разбирается в этом великолепно. И он даёт понимание людям, родителям, бабушкам, дедушкам, понимание алгоритма действий при определённых ситуациях, заболеваниях. Второе, тема у нас была по питанию. Ведь ни для кого не секрет, и сейчас это действительно молодеет сахарный диабет. Огромное количество аллергических заболеваний. Кажется, вроде бы, ну, выскочило в прошлом году там на малинку у ребёнка или на чернику там два пятнышка, а дай я ему впихну и в этом году там, или я это сделаю ещё доброе дело для ребёнка. Ну, то есть, вот такие вещи, такие, вроде бы, казалось бы, элементарные проблемы, вопросы, которые ведут к серьёзным нарушениям в организме ребёнка и обсуждаются на наших встречах. Какое количество людей на них приходит? Ну, мы пока выходим, мы приглашали к себе народ в больницу, но там у нас, ну, как-то не очень народ идёт в больницу. И мы пошли к людям, мы пошли в детские сады, в школы, на родительские собрания. Но у нас бывает, в общем-то, от, там, 15, 10 до 50, 70 человек. Насколько позовут, лекторы наши достаточно владеют аудиторией, они понимают в теме, которую рассказывают люди, отвечают на вопросы. Потом мы ещё людям задаём вопросы и мониторируем анкеты, что бы ещё хотели услышать наши родители, бабушки и дедушки о своих столь любимых и дорогих детях. А дети сами присутствуют на таких встречах? Старшие. Ну, это надо подготовиться. Да, это надо подготовиться конкретно, особенно по питанию. Было интересно, конечно, старшим детям, потому что питание – вещь такая очень серьёзная. И во многих западных школах, например, в профилактику сахарного диабета написано, что если ваш ребёнок худеет, много пьёт и много ходит в туалет по-маленькому, обратитесь к врачу. Не забывайте о том, что сахарный диабет бывает у детей практически с рождения. Вот, поэтому есть такие вещи, о которых даже не думают иногда. Не думают родители, а это симптом уже серьёзнейшего заболевания. Понятно, зачем такие школы нужны для родителей, но для чего это вашим специалистам? Мне кажется, при таком обилии вроде бы интернета, информации, слабые знания, вроде всем напичканы родители, многого начитались, не пойми, какая информация, откуда взята. И это так прикладывается, потому что преломлением является ребёнок. А для нас это очень важно, потому что мы-то конечная инстанция, если это заканчивается печально. И поэтому люди, которые знают это, хотят предотвратить, ну, не всё, но хотя бы часть. Развиваться этот проект будет? Естественно. Он будет по просьбе родителей развиваться. То есть мы даём анкеты, анкеты в учреждениях, где проводится одна лекция, анкету, что бы хотели слышать родители в будущем. То есть они могут заполнить, написать свои темы, предложить что-то. И мы готовы снова встречаться и снова рассказывать о том, что волнует людей. Ну, конечно же, мы придём с тем, что, может быть, и не очень заметно для родителей, но волнует врачей. Аналогов данных проектов много, но я думаю, что каждый такой проект, он индивидуален своими специалистами. Он индивидуален людьми, которые этим занимаются, которые несут людям, которые вызывают уважение, с которыми хочется общаться и в дальнейшем. Сейчас мы подали этот проект на грант, грант Детского фонда России. Я думаю, что у нас всё сложится, и мы сможем получить определённые материальные ресурсы, чтобы интерактивно показывать то, что мы говорим. Сейчас многие зададутся вопросом, почему нельзя в том же интернете переписку вести, то есть задать вопрос, получить нужный ответ. Чем лучше вот это общение? Можно. Пожалуйста, выходите на сайт нашей больницы, задавайте вопрос, и мы вам ответим. Пожалуйста, если вас это удовлетворяет, потому что до каждого мы не дойдём, пишите нам, пишите. Сайт больницы есть в интернете, областная детская клиническая больница. Заходите, пишите вопросы, и мы вам ответим. Заявки надо направлять на имя главного врача детской больницы, Панфилова и Татьяны Николаевны, что мы хотим, наши родители хотят услышать ваших специалистов по такой-то теме. И мы готовы выходить, и готовы общаться. Я замечаю, что мамы современные молодеют. Влияет это как-то на общую ситуацию? Мамы очень образованные, как им кажется. Они очень много знают, очень о многом судят. Но я бы всё-таки сказала всем, образование никто не отменял, опыт никто не отменял. И врача, знающего, серьёзного, тоже никто не отменял. Поэтому верьте своим врачам, находите своих врачей и верьте им. И вы можете воспользоваться нашим сайтом – город62.tv. Отправляйте заявки нам, а мы передадим Татьяне Николаевне. Это была программа «Подробности». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова